Эхо лотва на канале Андрей ТВ Шоу с вами Андрей Тарасенко и сегодня в четвертом выпуске мы поговорим про серию игр Half-Life. Первая часть игры Half-Life вышла где-то в 90-х годах. Она была тогда уникальная графика. Сейчас мне кажется у нее тоже очень идеальная графика. Хотя один мод который тоже в трех случаях была графика. Это Black Mesa. У него конечно была лучшая графика. Сюжет такой же в принципе. Всю игру мы играем за Гордона Фреймана. В первой части он работал в лаборатории Black Mesa. Это типа такая такая лаборатория, которая изучает природу портала. Ну это я может быть говорю про Репетри Сайенс, но по-моему и Half-Life и Black Mesa тоже это легче. Ну в один прекрасный день просто они запустили портал в мир Зен. Ксен. Да, Ксен. Ну и все пошло. Поехала из Ксена, прилетели кучу монстров. Еще в это время США. Военные США тупо прибежали зачищать всю лабораторию. Но они под предлогом, что не будут спасать Black Mesa. Но они тупо всех зачищали. Вот город Дэн Фреймана пытается выбраться из лаборатории. Там добирается до Мироксен. Убивает Нихиланта. Игра заканчивается. Появляется Джимен, который ему предлагает. Или он умирает. Или, как бы так сказать, правильно засыпает на много времени. Ну вот. Проходит 20 лет это в игре. А так в 2000, по-моему, если не ошибаюсь, в 2003 или в 2005 году выходит вторая часть. Напишите в комментариях, когда точный выход. Год выхода второй части. Гордон Фреймана просыпается после 10 лет в спячке. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как это называлось спячка его. Уже не могу вспомнить. Ну, короче, Джимен его будет. Он встречает старого приоритета. Не, ну, короче, он просыпается. Гордон Фрейман просыпается в поезде. Ехал до Сити-17. Такого города, который, ну, по крайней мере, захвачен был альянсом. Этим альянсом управлял доктор... О, забыл. Ну, его фамилия Прин. Я забыл, как его имя зовут. Тоже укажите в комментариях. Ну, короче, он встречает своего старого друга, который помогает ему выбраться. И он отправляется к доктору Элай Вэнс. Нет, не Элай Вэнс. Сначала к доктору Клейнеру. Его потом... Встречает его будущая напарница. Элай Вэнс, который вместе с ним доходит до доктора Клейнера, где они запускают портал, который, ну, так можно сказать, перевозит прямо к Элай Вэнсу. Но, Алекс туда сразу телепортировалась. Ну, а Гордону пришлось пешком, своим ходом, ну, транспортом добираться до этого. Ну, короче, он идёт по канавам, по всяким там станциям железнодорожным. И доходит до катера, который ему предоставляет Алекс. Ну, по приказу Алекс ему предоставляет катер, которого он много километров пройдёт. И добирается, наконец, до... Оно ещё убивает вертолёта и кучу раз встречает женами. Ну, и добирается до лаборатории Элай Вэнс. Там... Там случается инцидент на лаборатории Элай Вэнсу. Так называнную Восточная Блэк Меза, Чёрная Меза, которая происходит инцидент, снова нападает. И Фриман и Алекс Вэнс уже снова разделяются. Фриман идёт через Рейвенхольм, то есть идёт на пляж, где ему предоставляют машину, чтобы дойти до... Доехать, точнее, до... Забыл куда, конечно. А, Новопроспект. Чтобы найти Алекс и найти отца Элай Вэнсу. Вот они находят там. Оказывается, что Джудит их предала и всё такое. И снова они разделяются. Потом, после того, как они выходят на поверхность, Алекс захватывает доктора Брин. То есть от рата-та... Снова старый приятель парни вместе с Гордоном пробирается куда надо. в цитадель. Так званную цитадель. Ну, Гордон Фриман попадает к Брину. Убивает его. И... Вот пошёл следующий. Пошла следующая часть. Следующая часть называется Half-Life Episode 1. Это очень короткая часть, если вам так сказать. Она состоит всего лишь по-моему, из 5 глав. Которые... Ну, такие достаточно длинные и сложные. Ну, короче... Просыпается Фриман. Они идут разговаривать по телевизору с отцом. Они идут... Оказывается, что сети 17 скоро взорвётся. Они идут... Фриман... Они идут в цитадель снова. Останавливают большую взрывоопасность. Возвращаются в город. И... Идут до вокзала, который... Ну, и... Сначала не до вокзала. Но сначала они тупо... Идут, находят парни. Тот говорит, что до вокзала. Снова ещё говорят, что город взорвётся. Идут до вокзала. Проходят кучу раз. Пропускают много людей. Последними садятся. Убивают страйдера. В короткое время убивают страйдера. Они уезжают на поиск, который... И сети 17 уничтожаются. Конечно, я... Это быстро рассказал. Но тут нечего рассказывать. Ну что ж. А теперь переходим к крайней части, которую... Ещё... Пока... Это крайняя часть. Она называется Half-Life 2 Эпизод 2. Это... Ну... Гордон и Фреймон. Алекс просыпаются. В разрушенном поезде. В каком-то непонятном месте. Алекс вырубают. Приходит в ратигонт какой-то. Её говорит исцелить. И... Гордону говорит, чтобы он... Типа дошёл до такой-то там... Пещеры. И Гордон проходит много... Много всяких там монстров. К пещере. Дальше... Придётся... Придётся отбиваться от... Этих... Любовь... Забыл как их там. Но по-моему, Любовь. Напомню тоже в комментариях, как их называют. Ну... Короче... Отправляются за... За микстурой. Дальше. Они отправляются наверх с артигонтом. Добираются до моста. Там Фреймон забирает машину. Они уезжают. Добирается до радара машина. Их сломывается. И... Её чинят. И... Герои едут в Белую Рощу. Где они должны запустить ракету. Илай Вэнса. И... Ну, короче... Нужно отбивать атаку от... Страйдеров и стражников. Всё отбили. Ракету запускают. Ну... А я дальше не буду говорить, чем заканчиваться. Потому что... Ну, это вы прекрасно знаете. У меня заканчивается эпизод второй. Ракета запустилась. И... Кое-что случается в конце. Что ж. Вот я всё попытался как-то кратко так рассказать. Быстро и непонятно. А вы ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. На второй канал. И... Всем удачи. Кстати, завтра может быть выйдет влог. Ой. Какой завтра? Послезавтра. Я буду на день рождения у подруги. И... Может быть я сниму влог. Если это будет возможно. Я вам это не обещаю. Всем пока. Вдох. Субтитры сделал DimaTorzok